Здравствуйте, Ирина! Готовлюсь по вашим видео. Уже мандраж. Банкетный зал подложил крысу. Обещали деревянные стулья. В итоге оказывается, что будут металлические, типа офисных, с чехлами и чулками. Декоратор предлагает металлический киварий. Накладно выходит, но ничего не поделаешь. Помню ваше видео, что чехлы уже не актуальны. Я ответила Евгении, что, вы поймите меня правильно, но обычно эти все вещи как раз-таки прописываются в договоре. Как раз-таки для этого я в каждом видео и говорю о том, что нужно заключать договор, нужно заключать договор с каждым подрядчиком. А с площадкой прежде всего нужно заключить договор и прописать все те условия, которые необходимы. В общем-то, для этого договор и заключается, чтобы расставить все точки над «и», чтобы не было никаких недопониманий. И что вы думаете, ответила мне Евгения на это? Я была крайне удивлена, конечно. Значит, Евгения мне отвечает, к сожалению, не заключали с банкетным залом, поверили людям на слово. Если бы знали, то поступили бы иначе. Вот тут у меня вообще полная несостыковка в голове, потому что человек начинает свое сообщение с того, что она говорит, что «Здрасте, Ирина, я готовлюсь по вашим видео». В смысле? В смысле? Как вы можете говорить, что вы готовитесь по моим видео, если я в каждом абсолютно видео говорю о том, что нужно заключать договоры с подрядчиками, прежде всего с банкетным залом. Это самое ключевое, это первое, что нужно сделать, это заключить договор с банкетным залом. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. То есть получается, что какие-то вещи вы используете, которые легко можно использовать, а какие-то вещи вы просто пропускаете мимо ушей и абсолютно не обращаете внимания на какие-то рекомендации. И как можно после этого говорить, что вы готовитесь по моим видео? Значит, вы готовитесь по чьим-то другим видео, по чьим-то чужим видео? Либо вы просто, не знаю, нет какого-то доверия, что ли, что вы думаете, что я знаю про себя, да, что я, мол, знаю лучше, как поступить. Ну вот люди хорошие сказали, что все будет хорошо. Я поверила им на слово. Как можно поверить на слово? Объясните мне, как, если вы говорите, что вы готовитесь по моим видео? Мне непонятно это. Для меня, конечно, это загадка в 80-м уровне. Вы знаете, это удивительная история, конечно, потому что это все равно, что, допустим, я говорю человеку какому-то, смотри, вот есть инструкция, да, вот нужно делать так, так и так, и тогда все будет хорошо. Если ты не будешь делать так, 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 вот просто какие-то ключевые моменты, то могут возникнуть какие-то неприятности. Ну, с учетом того, что в моем случае у меня свадеб много, да, и я уже через все это прошла, естественно, не звук-то барах-то придумала эти правила, в общем-то. Я прошла много через чего, поэтому я делюсь рекомендациями для того, чтобы вы не наступили на эти грабли, потому что у вас свадьба всего одна. И если бы, допустим, в вашем городе не было там элементарных там этих стульев, да, которые вам предложил декоратор, или бы у вас не было финансовой возможности, или еще что-то, да, каких-то нюансов, то просто были бы стулья с чехлами, и все, в общем-то. Ну, кто-то, может, сейчас посмотрит и скажет, ну, ничего страшного, были бы стулья с чехлами. В принципе, ничего страшного, конечно, но тут вопрос в том, что хотелось, понимаете, чтобы не было вот это ожидание реальности, что я представляла, что у меня будет вот так, и вот так, и вот так, а в итоге из-за того, что я там поверила людям на слово, из-за того, что я там не заключила договор, из-за того, что я там где-то что-то не узнала, не спросила, забыла, не захотела, ну не знаю, причина какая, вышла вот так вот, вот в чем вопрос, понимаете, вот в чем штука, поэтому, когда Евгения написала вот это, готовлюсь по вашему видео, но договор мы не заключили, конечно, у меня был дикий восторг, восторг, думаю, ух ты, ничего себе, думаю, в каком же видео я говорила о том, что договор заключать не нужно, в каком же конкретном видео я рассказывала о том, что, ребята, нужно верить на слово каждому слову, каждому подрядчику, вот чтобы не случилось с вами, вот такой вот историк, как произошла с Евгением, мне очень интересно, чем все-таки кончилось дело, удалось ли привезти хорошие стулья на площадку, и все ли хорошо, в общем-то, было в день мероприятия, не было ли больше никаких казусов, но что-то мне подсказывает, что наверняка что-то еще, ну, по крайней мере, могло возникнуть, с учетом того, что невеста там и жених, да, просто поверили на слово площадке, и никаких толком договоренностей нет, все договоренности устные, а устные договоренности, это, в общем-то, ни о чем, абсолютно это ничего не значит, вот именно поэтому мне действительно очень интересно, чем все кончилось дело, и я прям очень прошу Евгению раскрыть карты, рассказать, чем кончилось дело, как прошла свадьба, и все ли было хорошо на этом мероприятии.